Привет, дорогие друзья! Вы на канале ТОП и СЁ и с вами, конечно же, как всегда, Евгений Игнатов. Итак, мои дорогие друзья, сегодня мы продолжаем разбор проекта iMuZify. Итак, в данном видеообзоре мы с вами разберем, как я вам уже и обещал, команду проекта Roadmap, так называемую дорожную карту проекта, и, конечно же, социальную активность в социальных сетях проекта. Итак, мои друзья, поехали! Давайте начнем с дорожной карты проекта. Вот на сайте в шапке есть такая закрепленная менюшка, можно без проблем передвигаться по сайту благодаря ей. Итак, дорожная карта проекта. Давайте начнем с самого начала, посмотрим, когда, так сказать, проект дал начало. Итак, начало проект дал в сентябре 2017 года, был запуск, так сказать, тестовый запуск бизнес-идеи. Далее уже был Proof Concept в декабре 2017 года, в феврале уже вторая была версия Proof Concept. И в 2018 году, в апреле в этом году, уже была запущена, так сказать, старт, разработка, конкретно уже работали люди над ICO. Далее запланирован был Token Sale, далее Month Sale, но это, мои дорогие друзья, еще этапы, которых мы ждем. Ну и в январе уже будет выпущена тестовая версия лаунча. И, дорогие друзья, в ноябре 2019 года, ну это уже через год, уже будет первая версия официальной платформы. Вот такие вот, мои дорогие друзья, задачи весьма сложные, стоят перед командой проекта iMuzy.fi. Но команда, как я вам уже сказал, с опытом работы, так что, я думаю, она справится с поставленными задачами. Итак, давайте двигаться дальше. Сейчас мы с вами разберем команду проекта, а точнее, просмотрим профили LinkedIn основателей проекта, соучредителей проекта, бизнес-девелопера и, мои дорогие друзья, ICO-менеджера. А далее мы еще с вами посмотрим адвизоров проекта. Итак, давайте начнем с основателя проекта Дэвида Уэлтерса. Итак, это основатель проекта. Вот кратенькая информация при наведении на его фотографию вылазит, можно с ней ознакомиться. Ну, а с более, так сказать, глубоким объемом информации можно познакомиться в профиле LinkedIn. Тут можно просмотреть его опыт работы, образования и так далее. Итак, сразу же обращаю внимание iMuzify в шапке профиля в LinkedIn. Далее смотрим опыт работы. До этого он работал в Дэвид Уэлтерсе стартап-блокчейн-консультантом. Далее до этого работал в Generali на должности портфолио-менеджера. Ну, и еще несколько мест работы у него было за его, так сказать, жизнь. И давайте же просмотрим его образование. Но образование почему-то он не выложил. Далее еще можно увидеть то, что сам пользователь вообще из Германии, я вам подскажу. Но, помимо этого, он еще знает английский язык. Два языка у него в достижениях. Итак, дорогие друзья, давайте смотреть дальше. Дальше. Следующий основатель проекта по технологиям это Teddich Krev. Заходим в его профиль LinkedIn. А также можно, я как уже говорил, ознакомиться с краткой информацией, наведя на фотографию. Итак, мои дорогие друзья, Teddich Krev. Смотрим, что здесь у нас есть на его странице. Итак, смотрим опыт работы. С февраля 2018 года по настоящее время в iMusify, то есть работать над данным проектом, который мы с вами сейчас и разбираем. И до этого он работал в Principal Full Stack NNGR в Everyday Magic. Ну, и еще пару мест работы сменил до этого. Образование в университете он получил и до этого еще учился на инженеров у DaCity. Итак, мои дорогие друзья, давайте заглянем на страницу ICO менеджера. Ведь ICO менеджер это, так сказать, основной консультант всей команды, которой конкретно занимается ICO. Ведь на самом деле это на данный момент очень важный этап для проекта. Если проект соберет все нужные средства, которые требуются для его запуска, то проект начнет работать. То есть сейчас все в руках ICO менеджера. Итак, давайте заглянем в его профиль LinkedIn. Luka Predilj. Смотрим imusify.com в шапке. Далее, до этого опыт работы в других блокчейн-корпорациях, ICO компаниях. Образование в нескольких университетах, даже в трех университетах, мои дорогие друзья. То есть человек постоянно повышает свой уровень развития, постоянно где-то учится. Это очень важно. Это, возможно, очень-очень умный член команды. И прошу заметить, кстати, вот я только что заметил, до этого даже не замечал он. Это фотка, которая в профиль LinkedIn, невозможно, из какой-то из презентаций проекта imusify. Вот на маке у него выступает, так сказать, надпись. Итак, давайте заглянем в социальные сети проекта. Telegram, Twitter, GitHub, конечно же, и Facebook. Для тех, кто не знает, что такое GitHub, я сейчас вам вкратце поясню. Итак, давайте начнем с Telegram проекта. В Telegram у нас 88 836 участников. То есть, мои дорогие друзья, я хотел бы сказать, что это количество действительно очень огромное. Так как по данному проекту не проходит никаких аэрдропов, то это все, кто действительно заинтересован в проекте. Итак, двигаемся дальше. Twitter проекта. В Twitter у нас 16800 фолловеров. То есть, 16800 подписчиков. Давайте просмотрим, как часто публикуются записи. Итак, запись 14 часов назад. 100 лайков. До этого, 23 октября, то есть, двухдневной давности, 197 лайков. 22 октября, трехдневной давности, 200 лайков. 20 октября, 218 лайков. Вот, прошу заметить, что фотография какая-то, на которой находится основатель проекта. Это, мои дорогие друзья, Дэвид Уолтерс и Дина Эдюжева и Дженни Легерси. Вот, вы можете их наблюдать на данной фотографии. Итак, далее еще какие-то фотографии. То есть, проект делится своим комьюнити какими-то результатами работы. Итак, далее заглянем в Facebook проекта. И что мы здесь видим? В Facebook у нас также примерно такое же количество, но, немножко меньше. 14 380 человек подписаны. Итак, далее смотрим. Последняя новость. 12 часов назад. До этого, 23 октября, 273 лайка. Далее смотрим. 22 октября, 290 лайков. Далее, 20 октября, 336 лайков. То есть, тоже активность довольно-таки высокая. И, я думаю, это должно повлиять на какую-то отзывчивость комьюнити. Итак, мои дорогие друзья, давайте заглянем на гитхаб проекта. Гитхаб проекта. Поделюсь, так сказать, информацией для тех, кто не знаком. Кто знаком с тем, что же такое гитхаб, то можете пропустить данный момент и промотать видео немного дальше. Итак, на гитхабе команда размещает, так сказать, код проекта. Это относится не конкретно к этому проекту, это относится вообще к любому коду. Даже на данном сайте можно найти код такой операционной системы, как Windows и прочее, и прочее. Но очень много и блокчейн-кода на данном сайте можно найти. Итак, репозитория в 12. То есть, это мои дорогие для всего файлов, которые принадлежат, так сказать, коду в данной компании. Итак, также можно просмотреть обновления. И вот же, как всё идёт по дорожной карте. Началось всё в ноябре 2016 года. Далее всё это продолжалось, длилось. И последнее обновление уже было 3 часа назад. А также до этого было 20 августа, 9 мая. То есть, мои дорогие друзья, над кодом постоянно работает. И работают над данным кодом 3 человека. Энтонио Тирс, Дэвид Уолтерс, из которого мы с вами рассматривали. Профиль LinkedIn. Вот он, мои дорогие друзья. И ещё какой-то один подписчик. Итак, мои дорогие друзья. Я что бы хотел для вас сейчас сказать. Так это то, что проект действительно выглядит очень интересно. Хотя сейчас рынок в упадке. Но я думаю, что хорошие проекты всё же должны собирать деньги. и должны как-то двигаться. А данный проект реально достоин внимания. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. Подписывайся на мой канал. Пока.